Их появление на свет ждали позднее, однако обстоятельства сложились по-другому. Речь о недоношенных детях. Выжить тем, кто поторопился родиться, помогают современные технологии. Подробнее в следующем репортаже. Это невозможно описать, это невозможно сказать, потому что чувства переполняли. То есть это были ночи со слезами, как говорится, в подушку. Это было ужасно все. 13 ноября дочке Лили исполняется 4 месяца. Врачи говорят, что с малышкой все в порядке. Воды отошли, когда женщина была на 26-й неделе беременности. Это четвертая крайняя степень недоношенности. Врачи решили срочно делать кесарево. Сделали кесарево, слава богу, есть реанимация, слава богу, есть такая больница, президентский центр, куда наши детки попадают. Выжить девочке помог специальный шаттл для недоношенных детей. Начать операцию врачи не могли, пока не привезли нужное оборудование. По словам специалистов, без него у ребенка просто не было бы шансов. Теперь же выживают даже те, чей вес называют экстремально низким. После появления на свет условия внутри шаттла фактически заменяют утробу матери. С января 2012 года Российская Федерация перешла на новые критерии регистрации новорожденных. То есть, если до 2012 года ребенком считался человек, который родился с массой от килограмма, то с января 2012 года масса детей уменьшилась. И мы занимаемся детьми и регистрируем детей с массой тела от 500 грамм. Вот эта вот система, жираф-шаттл, это инкубатор, который трансформируется в открытую реанимационную систему. И позволяет производить транспортировку новорожденного ребенка в пределах родильного дома из родзала в палату реанимации и интенсивной терапии новорожденных без ущерба для его жизни. Шаттл становится практически местом обитания ребенка до тех пор, пока он не сможет жить самостоятельно, без проводов и аппаратуры. Сейчас в перинатальном центре таких спасительных боксов 16. Впрочем, по словам врачей центра, Чувашия вообще единственный регион в стране, где такие шаттлы есть. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Евгений Нисимов, Республика.